Всем огромный привет и добро пожаловать в новое видео. Как я думаю, вы уже поняли из названия, это видео будет связано с соседним Петербургом, так как я сейчас приехала из Праги в Петербург. Если вы вдруг никогда не смотрели мои видео, то вы, наверное, не знаете, что в основном я снимала видео из Чехии, потому что там училась. А на данный момент я приехала в свой родной город Петербург встретиться с семьей, с друзьями. В общем, отлично провести время, я очень люблю Петербург, так что надеюсь, что вам понравится серия этих видео тоже. Также на канале у меня готовится огромное количество других видео из разных путешествий, которые были летом. Я надеюсь, что вам тоже будет интересно вместе со мной путешествовать. А пока что я предлагаю окунуться в атмосферу Петербурга, потому что, как мне кажется, осенью Петербург особенно прекрасен. Безусловно, летом тоже, но летом прекрасен любой город. Осенью Петербург особенно преображается, потому что здесь очень много парков и садов, и очень красивые дворцы. В общем, в этом видео будет полноценная осенняя атмосфера с различными элементами декора, какой-то осенней эстетики. Надеюсь, что вас зарядит положительными эмоциями. И раз уж я заговорила про парки и сады, то начну с Павловского парка. Данный парк считается одним из лучших пейзажных парков, именно пейзажных. Под пейзажным парком я подразумеваю тот факт, что здесь есть лишь небольшая переделка естественной природы. То есть здесь нет ровных дорожек и стрижных деревьев, а некоторые окраинные территории парка вообще могут больше напоминать лес. Но если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что в обычной природе деревья никогда не растут так, как здесь. Здесь они все-таки искусственно высажены специальными красивыми группками. В парке находится Павловский дворец и много других небольших гармоничных достопримечательностей. Например, павильон Ротонда Храм Дружбы. Поэтому здесь можно сделать много отличных, необычных фотографий. Так как территория парка огромная, здесь очень приятно гулять. При этом даже в такие насыщенные дни, когда просто все люди решили выбраться на природу. И да, это был именно тот день, когда я тоже решила выбраться на природу. Сейчас выдались очень теплые дни. Как вы заметили, я думаю, в некоторых кадрах очень много людей, потому что вообще просто целая толпа людей. Что вчера, что сегодня, все гуляют. Потому что в Петербурге все-таки редко бывает хорошая погода. Сегодня солнышко, а вчера тоже было солнышко. Поэтому такая осень, конечно, очень приятна. В Павловск я приехала, чтобы устроить небольшой пикник. Я хотела устроить нечто подобное еще летом, но все как-то не выпадало случаям. Отчасти, конечно, этот пикник был затеян и для антуража, и красивых фотографий. Но главная цель пикника поесть все же была не забыта. Смотрите, какой у меня вкусный тортик. Вот сейчас теплые дни, поэтому можно чуть-чуть понаслаждаться. Смотрите, какой у меня вкусный тортик. Рядом со Спасом на Крови, одним из моих любимых соборов Петербурга, находится один очень редкий памятник ландшафтной архитектуры. Михайловский сад. Сюда обязательно надо заглянуть, особенно в период золотой осени, так как тут все буквально усыпано желтыми листьями. Согласитесь, выглядит волшебно. Музыка. 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 Ну и, конечно, летний сад тоже завораживает. своей красотой осенью. Думаю, что это место даже не нуждается в представлении, его и так все хорошо знают. И мы с вами потихоньку перемещаемся в очень крутое место, которое я уже, кстати, как-то рассказывала в зимнем влоге, но знаете, что-то приходит и уходит, а что-то остается вечным, и я это про такое место, как Новая Голландия. Как вы уже заметили, я вообще гуляю по Петербургу, не знаю точно, какое видео получится, когда оно выйдет, я снимаю кусочками, но зато стараюсь играть самое интересное в кадр, надеюсь, вам понравится. И сейчас я нахожусь в очень классном месте Новая Голландия, я думаю, про него уже все знают, так что это место не нуждается в представлении, но здесь очень действительно приятно проводить время, мне кажется, вообще весь город притягивается, все люди всегда здесь. Но сейчас здесь посвободнее, поэтому очень приятно гулять. Новая Голландия – это отдельное чудо-остров, по-другому его не назовешь, потому что сейчас здесь можно найти практически все для счастья и хорошего отдыха. Зимой здесь обычно каток, а сейчас сделана площадка для баскетбола. Смотрите, что установили в Новой Голландии, можно играть в морской бой, здесь вот еще есть шахматы, почти что в размер человека, доскам я имею в виду, может даже побольше. А вот там летом делают небольшой пляж, там купаться, конечно, нельзя, но загорать можно. Здесь есть различные креативные пространства, бесчисленные кафе и ресторанчики, а также здесь часто проходят выставки и мероприятия. И отдельный восторг – это ухоженная территория Новой Голландии. Здесь всегда посажено что-то очень красивое и все всегда максимально облагорожено. В Новой Голландии также есть классные магазинчики. Могу с чистой совестью посоветовать книжный магазин Московского музея Гараж. Кстати, здесь потрясающий выбор книг по искусству. Могу с кипятом. Могу с кипятом. еще один красивейший пригород для осенней прогулки в который мы приехали это царское село но к сожалению иногда не все идет по плану вы не поверите на петербурге настолько петербургская погода парк закрыли из-за штормового предупреждения да такое иногда случается во многих петербургских парках растут очень массивные старые деревья еще царских времен поэтому никому не хочется чтобы из-за сильного ветра они на кого-то свалились поэтому в петербурге всегда заранее смотрите прогноз погоды но мы в этой ситуации не сильно расстроились так как в этот раз наша основная цель заключалась посещение александровского дворца он довольно долго был на реконструкции и вот в августе 21 года открылись несколько комнат которые я вам покажу так же в этом видео я хочу поделиться с вами некоторыми моими любимыми локациями для фотографий в петербурге и так как это осенний влог то эти локации будут связаны с осенней тематикой но хочу заметить что во всех этих местах меняются декорации в соответствии с сезоном так что все равно возьмите их на заметку и первая локация это красивейшая витрина цветочного магазина лавка цветов на кирочной улице здесь всегда красиво декорировать витрину не только в осенний сезон вот например еще одна моя фотография из этого места если тема тыков вам нравится так же как и мне то ловите следующую локацию вот такие милые тыковки ждут вас у ресторана сад недалеко от станции метро чкаловская к слову на чкаловской находятся очень красивые доходные дома поэтому обязательно прогуляйтесь после фотосессии в этой части города это милейшая машинка дело рук креативных людей из отеля изи у гостиного двора она очень фото геничная и притягивает много любителей фотографий ну и локация которая прекрасна не только осенью это художественная академия штиглица в данном случае разноцветные деревья лишь придали изюминку этому месту кстати внутри там еще более сногсшибательно красиво так что если захотите возьмите заранее экскурсию внутрь здания и последняя на сегодня какая красота везде бы были такие пешеходные переходы было бы весело а теперь настало время для моей любимой рубрики с моими гастрономическими фаворитами и торжественно открывает эту рубрику очень приятное и теплое для меня место ресторан не рула это довольно новое место и этот ресторанчик специализируется на огромном выборе вин так что если вам захочется согреться дождливым холодным вечером в петербурге то обязательно заходите сюда на бокал вина ну а также здесь есть очень приятный вкусный кофе конечно же но богато это заведение не только винными предложениями но и историей начнем с того что мирула находится в самой оживленной части города на невском проспекте в доходном доме палкина раньше здесь также находилась уютная кофейня кофе-шоп с которой у меня связано очень много приятных и теплых воспоминаний а еще раньше здесь находился кинотеатр титан следующее максимально петербургское заведение это аркобар на самом деле полное название аркобар food and space это значит что вы можете прийти сюда просто как в бар можете прийти в ресторанную часть этого заведения а также на выходных здесь бывают вечеринки поэтому вы можете здесь отлично провести время и здесь такой красивый петербургский дизайн интерьера потолок и камин украшены лепниной здесь много растений большие окна откуда можно любоваться городом так как я сладкоежка то от себя могу посоветовать попробовать чизкейк топленое молоко павлова с матчей и соусом из коломанси лимонное пирожное с меренгой и маком они очень вкусные также выглядят очень симпатично и еще одно очень романтичное место находящиеся прямо на берегу финского залива все в кабель порту ресторанчик лейла лейла объединили кухню сразу четырех стран грузии армении турции израиля вот такое яркое смешение вкусов в этом месте я чувствовала себя максимально уютно возможно потому что там были контрасты на улице холодный финский залив внутри тепло и еда но так или иначе это место мне запомнилось очень с приятными теплыми эмоциями и на десерт я оставила очень приятную кофейню которая находится в оранжерее таврического сада осенний декор на мой взгляд наиболее бюджетный вид декора если сравнивать с другими сезонами все что вам нужно грубо говоря уже ждет вас на улице я обычно просто собираю разноцветные листья в парке добавляю немного фантазии и вот у меня уже готовая осенняя композиция в этом году я решила максимально подключить творчество в свой декор и развлекала себя как могла поэтому я собственноручно сделала вот такие мини тыквы я купила обычную глину которая сохнет на воздухе также обычной краски гуашь и в общем то все дальше я просто нашла понравившиеся мне картинки с мини тыквами и попыталась лепить нечто подобное для начала я разделила глину на кусочки нужного мне размера и далее скатала из них шарики также я использовала обычную нитку чтобы наметить контур и дальше добавляла рельефный стык вы с помощью обычных палочек для маникюра если у вас есть специальные приспособления для работы с глиной или пластилином то конечно же лучше использовать их вот такие тыковки у меня получились затем я оставила тыквы посушиться на один день и на следующий день я приступила к окрашиванию не забудьте также что-то постелить на стол чтобы его не запачкать при окрашивании краска на тыквах высохла почти моментально поэтому я буквально сразу приступила к созданию композиций и и Замечу, что я сделала несколько вариаций для красивых фотографий и для вашего вдохновения. А дальше я уже более лаконично интегрировала использованные элементы в интерьер. Признаюсь честно, я не особо люблю, когда композиции нагружены, когда дома очень много декора, поэтому я стараюсь декорировать все по минимуму. Как вы видите, в итоге никаких излишних нагромождений. Кстати, совсем скоро уже Хэллоуин и моя тыковка просто превращается вот в такую тыкву с мордочкой. Я редко вырезаю саму мордочку на тыкве, так как тыква быстро начинает портиться. Но есть и очень приятные варианты декора в магазинах. Вот, например, некоторые элементы из магазина Кюхен Блэнд. Вот эти декоративные свечи очень симпатичные для украшения, как мне кажется. Они хотя бы применимы, и вы можете их использовать за сезон. Это все тоже очень красиво, но, как мне кажется, это имеет сезон. Только он под осеннюю тематику подходит. Еще одна моя находка – это магазинчик Ginger Joy. Тут, помимо осеннего декора, очень много приятных дизайнерских вещичек и вариантов классных подарков. В преддверии Хэллоуина в некоторых магазинах продаются сладости. Как вы можете видеть, разные печенья и много всего другого. Но я, в свою очередь, решила сделать печенье самостоятельно. Так как на момент создания этого видео оно еще не было готово, я покажу вам результат в своем инстаграме. Обязательно переходите и смотрите получившийся результат. Подписывайтесь на наш канал.